Сейчас серийные мотоциклы с рядными четырехцилиндровыми моторами являются самыми распространенными, показывая сумасшедшие характеристики. Однако мало кто знает, что первый мотоцикл с четырьмя цилиндрами в ряд появился аж в 905 году. И это был FN4. Мотоцикл был разработан в 904 в Бельгии, протестирован в конце того же года и публично дебютировал на парижском мотоциклетном шоу в 905 году. Объем силовой установки составляет 362 кубических сантиметра, которая выдает 5 лошадиных сил. Двигатель должен был периодически смазываться во время езды с помощью ручного насоса. Такая продольная компоновка с воздушным охлаждением была склонна к перегреву задних цилиндров. Имея поначалу только одну скорость, мотоцикл мог разогнаться до 60 км в час. Впоследствии мотоцикл был скопирован пирсом Aero Persi, который выпустил модель Persi 4 в 911 году, по ошибке считающейся некоторыми источниками первым в мире мотоциклом с рядным четырехцилиндровым двигателем. Впоследствии мотоцикла FN50 Последней моделью компании стал мотоцикл FN50, который в серию пошел в 2023 году. Он получил новую ходовую обновленный дизайн, выполненный в американской стилистике. Двигатель объемом 748 кубических сантиметров с новой системой газораспределения выдавал около 10 л.с. максимальной мощности. Коробка передач уже имела 4 ступени. От карданной передачи одной из главных фишек старых FN отказались в пользу цепной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА True-RX 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 Чуть позже, в 912 году, братья Уильям и Том Хендерсон анонсировали свое детище. Хендерсон Фо. Мотоцикл имел рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 934 кубических сантиметра. Реклама хвасталась семью лошадиными силами и ценой в 325 долларов. Однако братья из-за финансовых проблем продали свою компанию уже в 17-м году и теперь работали по найму. Но из-за разногласий по поводу производства мотоциклов уже в 919 году Уильям Хендерсон снова основал свою компанию Ace Motor, мотоциклы которой в целом напоминали оригинальные Хендерсон. Однако вскоре в 22-м году Уильям был сбит автомобилем во время тестирования нового мотоцикла Ace в Киладельфии. Он умер в возрасте 39 лет, не приходя в сознание. А все паровая производственные мощности компании были проданы в 27-м году компании Indian, которая первое время выпускала мотоциклы Ace под своим названием. Субтитры создавал DimaTorzok В самой же компании Хендерсон впоследствии было выпущено множество разных моделей, последней из которых в 29-м году стала модель Хендерсон КЛ. 1301-кубовый двигатель развивал 40 лошадиных сил при 4000 оборотах в минуту, а спецверсия Special KL развивала 45 лошадиных сил. Мотоциклы были удивительно гибкими на последней передаче, плавно разгоняясь с 15 км в час и до максимальной скорости, которая составляла сумасшедший по тем временам 160 км в час. Эти мотоциклы были очень популярны в полицейских департаментах Соединенных Штатов. Следующим мотоциклом с рядным четырехцилиндровым двигателем стал великолепный Nimbus 750, который выпускался с 1919 по 1960 год фирмами Fisker и Nielsen из Копенгагена, Дания. О нем выпуск выходил и ранее, ссылка в описании. Первый мотоцикл Nimbus имел рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 746 кубических сантиметров, который приводил заднее колесо в движение через вал, а не через цепь, обычно используемый в то время, и выдавал около 10 лошадиных сил. Его максимальная скорость составляла 90 км в час. Однако успех имела модель 1934 года Nimbus Type-C, самым современным по тем временам двигателем. Это была четырехцилиндровая четырехтактная 746-кубовая рядная силовая установка с воздушным охлаждением и верхним распределительным валом. Она выдавала 22 лошадиные силы максимальной мощности при 4500 оборотах в минуту и разгоняла мотоцикл до 120 км в час. Эти мотоциклы ездят до сих пор по дорогам Дании. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну и завершает этот выпуск разработанный в 26-м году в Берлине настоящий технический шедевр мотоцикла Вингхоф 750. Он имел 746-кубовый 4-тактный 4-филиндровый двигатель с одним верхним распредвалом, который мог похвастать алюминиевым блоком. В нем использовали сменные гильзы для повышения прочности цилиндров. Двигатель производил 22 л.с. при 4000 оборотах в минуту и разгонял мотоцикл до максимальной скорости в 120 км в час. Но главной его особенностью было воздушно-масляное охлаждение, которое осуществлялось благодаря ребрению двигателя, выполняющего роль гигантского радиатора и установленному в поддоне насосу, который создавал давление масла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok